Что хочется сказать про третий день? Мы понимаем, что мы на третьей строчке, это классное место, которое мы точно хотели удержать, но также у нас были амбиции это место и улучшить, потому что мы понимали, что тема, которую мы раскопали в первый день со щукой, это именно рывковая анимация на мышь, на той локации, где была достаточно хорошая щука, давала нам надежду на то, что мы сможем туда приехать, и если эта рыба не ушла, поймать там несколько крупных рыб, и, в общем, закрыться точно щукой. Ну, вот, почти уже прошло. Ух! Вроде можно опять. Человек! Поскольку к локации нам идти два часа, мы понимали, что столько же нам, естественно, и возвращаться. Соответственно, от тура у нас остается всего четыре часа. Из этих четырех часов мы приняли решение, что два часа мы ловим щук, и если мы понимаем, что мы не закрываемся по щуке, мы бежим на судака, с которым у нас все в порядке, и судаком уже добиваем оставшиеся штуки, оставшиеся штуки, оставшийся вес. Ровно два часа. Ровно рыбы! Я вижу рыб. Джиговую вставать? Пока нет. Биг бейт? Да. Ваня, они, по-моему, на месте. Слава богу. Легло уже половина дела. Вот она. Ну, это же прекрасно, Петр. С мыши начни. Ты уже пошел? Ну, да. Давай, Вань, лучше контролиться. Давай. Посмотрим, что с мышью сразу. Нам нужно сейчас пока все. Пока, да. Укрупняться будем, если будет такой шанс. Мы мотанули два часа в одну сторону. Мы приехали на щуку. Я радостно как бы схватил мышей и начал таскать над щукой. А она не стреляла, как в первый день, а она просто всплывала и ложилась. Отвалилась. А вальна? Ну, такая. Такая сейчас... Блин, Петь, она зачетная была. Давай так. Побольше слаг поставил? Да. Вчерашний? Вчерашний, да. Давай. Ах ты! Тронула. Кушнула или просто носом ткнула? Резанула. Блин. Как же она? А, она снизу щипанула. Возможно, просто сейчас неактивность ее какая-то. Профессиональная щучь и неактивность. То есть пассивность. Она, она. Но так же мы понимали, что фортуна может на мне улыбнуться, щука может закрыть рот, может уйти, может произойти все что угодно. Поравномерить надо. Иван предлагает поравномерить. Поравномерить. Поравномерил. Поравномерил. Ну, такая, ну, по поклевке как бы, прям, ну совсем вздево. Есть. Норм? Ну, не знаю. Да. Без разницы. Две поклевки на проводке, Вань. Щучий ребенок. Щука-детство. Заравномерил ее? Нет. Прям стычка. Стычка? Да. Стычка в ответочку получил. Она в зачете? Да, я думаю, Вань. 55. С запасом. Сколько тут? Полторашка? Нет, полторашка, наверное, нет. Щучий ребенок. Килос микрохвостал. Отъехала куда-то с этой жердочки. Рыба нормальная. Не факт. Ну, ее сейчас нет здесь. Вот жердочка. Рыба нет. Отъехала она куда-то. Сейчас. Погуляет вернется. Но у нас столько времени-то ждать нет. Ага. Надо здоровую попробовать. И мы приняли решение, что мы пойдем за щукой. Потому что мы понимали, что если эта гадина продолжит клевать на мышей, то мы навезем, ну, не страшный там, страшный вес не навести. Там нет просто десяток, двенашек, пятнашек. Но там есть, ну, там было много щуки от пятерки до, там, восьми, девяти килограмм. О! О! О какая! Кому я это показываю? Сука. 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 Ну, давай, 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 вторая пошла. Две клюнула, значит. Опять на проводке две? Это не норма вообще. Клюнула? Ну, одна клюнула, одна. попробуй слага за контроль пожалуйста меня где то мимо да я видел вот такой идешь я не дрыгнул я равномерил 23 губарем ну вот сегодня были просто хорошие ну то есть громадных я не видел годзилл ну у тебя выходила крепкая запись что придумывать дядька перестань нас снимать курение хочется делать есть наслак есть наслак малыш совсем малыш или зачетно да боюсь что не зачет померим на всякий случай давай давай померить пока что да что это такое отвратительное поведение это кто у нас тут такой маленький это кто у нас тут такой хорошенький ну это не очень на щуку даже похоже ну что я выкидывать а какое выкидывать меряй Вань ты че с дрыжка Вань да меряй стыдоба слушай 53 ну выглядела она как слаг да ну выглядела она да чуть длиннее я не успел даже увидеть она снизу стартанула давай биться как с ума сошла я посмотрю где бель стояла здесь по этой брови здесь по этой брови чуть вверх вот сюда где мы вставали ага давай а ща нет там стояла орда же вот он это кормить Вань вот он его прям аллея там вот здесь вот угу вот это че да это да если не коряжина а если не коряжина то да это не пыль была Вань да это не пыль была я потом уже тоже увидел нормально нет но сойдет наверно а нет не сойдет ну такая пограничная щучий пограничник да а то и не подойдет не чмакодевина я ждаю попробуем но блин это не дело давайте как бы заклюем нормальные мы не за этим ехали сюда по чешую мерить? по хвост по хвост ну нет 54 как не тяни будешь перемерять? нет я тоже думаю не стоит я тоже думаю не стоит сильно сдувает сильно есть нормально? ну более менее да нет хотя вот такая же хрень у меня была мем не нормально нормально всё иду нормально прям да чтоб нормально ловим дальше все слушай за 4 за 4 паршивейший исход прям паршивейший потому что это была рыба такая за 4 но действительно классная щука которая отвалилась на буквально наверно метрах метрах 7 от лодки от носа лодки она просто отвалилась не было ошибки никто ничего плохо не сделал ванька был с подсаком я нормальные вываживал гасил свечки и она просто свалилась нам очень не хватило это слушай если мы не добраться не подвинуться ли нам может подвинуться подвинуться там другая вообще локация увидели одно а там другое не разлетятся коробки не коробки все я убрал коробки не должно улететь ничем это конечно удивительно облепила бель оттуда выходят щеканессы она внутри стоит вот я и говорю то есть внутри белый которую должна есть ну так она ее есть более того я тебе скажу просто и удобно там стоять внутрях вылезла хрумкнула и обратно а петя а не напоминает ничего структурка но только что выход у меня вышло оттуда рыба а то что вышло рыба ничего нет но вышло мелко хотя он не может улучшить суда квак слушай он уже не нужен нам явно но такой ты померить то можешь конечно да я нам сейчас нужно все сейчас пока все но это по моему не проходит он не крокодил не крокодил абсолютно точно это не крокодил иван ну да был бы 40 судак он бы прошел даже на 44 бы прошел вот на 50 не проходит да что ж ты будешь делать есть нормальный непонятно на что паралич блин ваня тот же самый поросенок ваня да я иду это зачет это зачет да ну что это такое за издевательство пока это издевательство ты абсолютно верно отметил то есть нормальный у нас будут ходить откуда петь а вот эта хрюканина будет клевать да получается так не получается у нас нет у нее да пока что она нас выигрывает вань ай ты когда нибудь меня все таки в нос зарядишь этим надеюсь никогда этого не произойдет надо ехать куда то искать что ли может улетел вдаль да вот нам бы самим не улететь вдаль с третьего места нет петь надо закругляться с этим это 4 часа ровно все лимит со щуками исчерпан едем на судака да ставка на щуку не сыграла и мы несемся долавливать судака с которым мы очень верим что все таки останется так же хорошо как у нас и было потому что теперь ставки очень высоки это уже третий день а у нас в лавеле всего 2 рыбы у нас не хватает не хватает времени хоть и рассчитывали мы что мы оставляем 2 часа на щуку и 2 на судака на щуку у нас получилось больше мы вставали на точки рядом мы дополнительно заливали бензин и по факту на ловлю судака у нас осталось чуть больше часа короче петь можно сейчас вылезти вот елка и судаки вот здесь попробуешь их поймать а я залью он идиот? он да полный полная противоположность разумному он полная полная полный бак да протер тебе сидушку залазай мы залили весь бензин который был и поехали в режиме паника в режиме аврал поехали ловить судака судаком все было как обычно достаточно просто а со временем нет вот петя слева был отдельно взятый ни к чему не привязанный доворачивай 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 налево еще чуть-чуть а что с видимостью что с ехать не понимаю вообще очень плохо видно как тут ловить вот опять левей? нет вот ровно пошел кто-то за мной? да есть? сопляк хотя может и зачет нормальный? более-менее зачет все ускорить Саша все у тебя не работает? ну сейчас напишем что сделать да зачет? да конечно нормально без крови? без Кали тоже детский сад Вань да 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 это третья рыба а не детский сад да что было здесь? ну Вань ну Бель ну что это было? давай попробуем вот ты сейчас я себя вижу да пошел нормальный? ну такой не больше этого наверное а то и меньше а нет есть блин подвиски брондулет церковь церковь не пойдет погнали на корабль погнали не успеем мы уже следом хи** погода класс да? да прекрасная погода не так ли? не так не правда ли? не правда ну да ну да слушай а тут может даже комфортно будет половить режим счета Ваня да счет не кидаешься я думал ты ждешь пока выстоят нас можно до морковки на свадьбу ждать слушай тут все равно сильный ветер то я что то это думал тут будет стишок не ну нормальный ветер ловимый вполне себе снимаешь? а? снимаешь? тут съемка видео запрещена камеру вырубает что у вас снимать неудачник дальше пойду из этой лотки да? кинь пока ты я сейчас переодену более тяжелый потяжлей чуть чуть я палку с сиденьем сломал что? Что? Свою палку с сиденьем сломал. Свою? Да. Блин. Но это лечится там вообще не... В любом случае неприятно. Есть. Норм? Да. Потихонечку его. Это отлично. Петька, твой какой-то слаг? Изик. Есть. Откуда взял? Из той горы. И они на изик, я тебе скажу, реагируют очень круто. Что, полтора часа закладываем, Вань? На дорогу? Да. Да час двадцать, не больше, я думаю. Успеем. Вань, мы вчера дошли за 17 минут. Вчера было мягче, чем сегодня. Сегодня злее. А вчера мы отсюда сколько закладывали? Мы оттуда закладывали полтора. Ну, там тупо не хватило времени. Просто, просто не хватило. Потому что я всегда перестраховываюсь при пути на финиш по одной простой причине. Погодные условия, может что-то там случиться с лодкой. Может просто затроить человек, который ведет эту лодку. Или затроить напарника, или оператор. Ну, короче, с перестраховкой я заложил на обратную дорогу какое-то время. Аккуратно. Нормально. Это что такое за... Ну, он что-то забился просто. Бьешь, он бьется как окунь какой-то. Может это окунь? Не дай бог. Не дай бог окунь. Мелкий. Так, сортирнер тогда? Ну, он шестой пока, слушай. Пока без сортировки. Слушай, он вообще не в зачете может петь. Какой-то пограничник он. Нифига. Он нормальный. Никакой он не пограничник. Ты посмотри. Ну, Ань, ну померяй. Померяю сейчас. Ты что? Тут нечего мерить-то, блин. Именно. Я тебе абсолютно точно говорю, что с ним все ровненько. Раз уж я сомнился сейчас. Нет, Петь? Чего нет? Нет в нем. Пятидесяти. Смотри. Видишь? Нету. Подожди, ты нос вытянул на метр. Да нет, ну вот, посмотри. Ну вот. А, ну, пятьдесят с половиной. И что, ты хочешь сказать, у нас остальные такие же? Сейчас брошь пока здесь уколем. Блин, псевдоберж. Все, что ли? Что, драктык нет? Ты вот это, да? Да. Хороший, да? Нет, херня. Блин, а выглядел ты это? Ну, потому что это не он. А? Не он хорошо. А, повалился. Прекрасно. Ну, мелкий похер. Что, валим? Все, пойдем. Да, все хорошо у них. Садись, час двадцать три на дорогу. Сколько? Час двадцать три, мало. Хватит. Наверное, наверное, это было прям разочарование такое. Ну, когда мы поняли, что мы не вывезли, по сути, не вывезли туда, куда хотели. Потому что, честно сказать, на первое место мы не наработали. Ну, прям не наработали. Не было такого, что есть предпосылки на первое место. Контролем? Да. Только еще раз говорю осторожно. Я не устану это повторять. Да, я помню. Тут мутно, конечно. Один кверх будет, и больше ни хера не видно. Они все уплыли, петь. Один мертвый тут не уплыл. Как ты? У меня вообще спина отваливается. Я вот что, думаю, что щука могла позже просто выйти. Могла. Забей. Я не уверен по щуке, ее надо мерить. В какой? Такая. Ну, вот эта вот побольше. Или, стоп, или эта, поменьше. Итак, следующие претенденты на то, чтобы взять высоту в 3790. Денисов Чичерин. Город Москва, город Владимир. После двух дней 22 килограмма 920 граммов. Петр Неугомонный. Варяг, который любит ходить за три моря. Дать экземпляров рыбы. Один вес. Три судака, две щуки. 6340 был зафиксирован. Самый крупный экземпляр в первых двух турах. Здесь такого нет. Будет один вес. До лидеров не хватает 7,870. Итак, результат третьего тура. 7 килограммов 360 граммов и общий вес за три дня. 30 килограммов 280 граммов. Это промежуточный третий результат. Я говорю, Ваня, ну, слушай, ничего страшного. Мы, я говорю, ну, как бы в топе, мы в обоиме, мы третий, как бы все в порядке, все классно. И потом проходит взвешивание. И нам еще и Селиванов Федоров навозят 400 граммов. 400. И мы пу-пу-пу. Четвертое место. Экипаж в составе Петр Денисов Иван Чичерин. Сумма 30 килограммов 280 граммов. Спортсмены награждаются символическим чеком. От спонсора номинации за четвертое место компании «Рыбанутые.РФ» на сумму 250 тысяч рублей. Это тоже новоиспеченный экипаж в этом составе, которые сразу заявили свои претензии на то, чтобы очень серьезно побороться за главный приз года. Наше место в итоговой таблице четвертое. Хотелось бы, конечно, первое или второе. Вообще рассчитывали на третье. Та ставка, которую мы сделали по итогу, не сыграла. Хотя тактически все равно я думаю, что мы поступили правильно. Мы стратегически, точнее, мы поступили правильно. А вот тактически мы допустили немного ошибок. И оставив мы дополнительные полчаса на судака, с большой долей вероятности мы бы поймали еще судака какого-нибудь, который превышал бы на эти 400 грамм самого маленького. И просто, как я считаю, нам не хватило времени, чтобы удержать это третье место. А по щуке совершенно правильно, что мы сделали, что пошли, потому что был хороший шанс на то, что получится ее поймать, получится поймать крупных рыб, и мы всерьез сможем побороться в тройке за второе место. За первое, конечно, мы тоже надеялись, но это должны были очень сильно сложиться все звезды. Это очень низкий шанс, поэтому мы планировали побороться, по сути-то, за второе место. И за него боролись. Но в пылу этой борьбы оказались на четвертом. Редактор субтитров А.Семкин